Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад сегодня присутствовать здесь, в литературной гостиной журнала «Симбирск» по очень приятному поводу. Ну, прежде всего, вышел новый номер, второй номер в этом году журнала «Симбирск», в котором опубликован мой материал о, я считаю, великой нашей артистке Кларине Ивановне Шадько, у которой 8 марта нынешнего года будет большой юбилей, и, конечно же, отметит она его, как всегда, на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова. Конечно, я очень рад сегодня быть здесь, и мне неожиданно выпала такая честь говорить о Кларине Ивановне, поскольку вот мой материал вышел в «Симбирске», и это повод для моего присутствия, это очень большая ответственность, потому что Кларина Ивановна Шадько – это без преувеличения легенда нашего театра, это самая титулованная артистка нашего театра за всю его историю, это абсолютно уникальная личность без всяких преувеличений, личность очень разносторонняя, человек, который всю свою жизнь посвятил сцене, посвятил театру. Елена Кувшинникова Хрячет ливень над Виновской рощей, в блесках молний усадьба видна, в эти темные душные ночи ты безмолвно стоишь у окна. Ты сестра мне, подруга? Не знаю. Вера, верю в твою чистоту. Ощущение близости края нас роднит и манит выстоту, чтоб взлететь, не сорваться, об ветки не задеть, а летать высоко. Нам над Волгой, над Белой беседкой, над обрывом опасно, легко. И под властью волшебного дара я замру, тихо книгу закрыв. Все светлее Кончаровские дали, все роднее обломов обрыв. Много лет назад Кларина Ивановна пришла в Ульяновский театр и вот уже 57 лет с ним не расстается. Уже это заслуживает восхищения, уважения и даже, может быть, в чем-то удивления, потому что это ее единственный театр, ее единственная любовь, как она об этом всегда говорит. Хотя даже столичные коллективы за всю ее богатую ролями, призами, успехами биографию делали ей в разные годы очень интересные предложения. Были у нее и предложения по съемкам в кино, тоже очень интересные. Но вот любовь к Ульяновской сцене, к Ульяновскому зрителю, к Ульяновскому театру, она как-то, видимо, или даже, сказать, очевидно, пересилила вот эти повороты судьбы, которых таким образом не случилось. Борис Пастернак. Единственные дни. На протяжении многих зим я помню дни солнцеворота, и каждый был неповторим, и повторялся вновь без счета. И целая их череда составилась, мало-помалу, тех дней единственных, когда нам кажется, что время стало. Я помню их наперечет. Зима подходит к середине, дороги мокнут, с крыш течет, и солнце греется на льдине. И любящие, как во сне, друг к другу тянутся поспешно, и на деревьях в вышине потеют от тепла скворечни. И полусонным стрелкам лень ворочится на циферблате, и дольше века длится день, и не скончается объятье. Конечно, вот в этом материале, который опубликован в Симбирске, там можно понять из него все вехи пути великой актрисы, с того момента, как она девочкой из простой семьи, не относящаяся к театру, на теплоходе, где-то на верхней палубе, приплыла в Ульяновск, чтобы поступить в Ульяновское училище культуры. Это было еще в 50-х годах. Там же у нее пошли первые роли в массовке. И вот с тех пор она служит Ульяновскому театру. И было много ролей. Но две роли, наверное, можно назвать переломными, такими эпохальными в ее биографии, это, конечно же, «Мамаша Кураж», которую она сыграла 40-летней. Хотя эта роль писалась для возрастной актрисы, но тем не менее, еще будучи молодой, она сыграла «Мамашу Кураж». И тогда на фестивале немецкой драматургии в Советском Союзе эта работа произвела фурор. И она заявила о себе тогда, как яркая звезда общесоюзного значения, если, может быть, не сказать, мирового. Ну и потом, конечно, была бабушка Бережкова в обрыве по Кончарову, нашему земляку, где она тоже полностью раскрыла себя. И за эту роль она была удостоена государственной премии. И государственную премию она получала из рук президента. Ольга Бергольц. «Бабье лето». Есть время в природе особого света, неяркого солнца, нежнейшего зноя. Оно называется «Бабье лето». И в прелести спорит с самой весною. Уже на лицо осторожно садится летучая легкая паутина. Как звонко поют запоздалые птицы, как пышно и грозно пылают куртины. Давно отгремели могучие ливни, все отдано темную, спелую нивой. Все чаще от взгляда бываю счастливой, все реже и горше бываю ревнивой. О, мудрость! Чедрейшего бабьего лета! С отрадой тебя принимаю. И все же, любовь моя, где ты? А угнемся, где ты? А рощи безмолвные, а звезды все строже. Вот видишь, проходит пора звездопада, и, кажется, время навек разлучаться, а я лишь теперь понимаю, как надо любить и жалеть, и прощать, и прощаться. И я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет, не нужно пройденных путей, впустую слышанных вестей, нет невоспринятых миров, нет мнимо розданных даров, любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной. Ее нетленно чистый свет всегда во мне, всегда со мной, и никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь, да так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть. Вот такое замечательное фото с одного из предшествующих бенефисов. 8 марта 2019 состоится также бенефис в день рождения артистки. Кстати, вот глубоко символично, что она родилась 8 марта, потому что мы знаем, что это особый день, и в этот же день родился замечательный актер Андрей Миронов, и вообще такой праздник он, наверное, ко многому и обязывает. И у кого-то это праздник, и кто-то отдыхает, а Кларина Ивановна всегда на сцене, поэтому. И нет выше награды для артиста. Я думаю, что не менее прекрасно будет она выглядеть на сцене и в этот грядущий свой бенефис. Узоры на стекле причудливы и странны, художница зима берется вновь за кисть, рисуя нам пейзаж и хрупкой, и хрустальной, его не повторить, как жизнь не повторить. А может, человек появится однажды ты в комнате своей его шагов дождись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова